Ситуация, сложившаяся в Одессе с санаторием Лермонтовский, заставила украинских политиков вплотную заняться этим вопросом. Так, народными депутатами Верховной Рады было инициировано создание Временной Следственной Комиссии, а уже в воскресенье 10 февраля Лермонтовский посетил первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Сергей Каплин. Сейчас судьба знаменитого на всю Украину Лермонтовского санатория решается в судах. И тем не менее, та ситуация, которая на сегодняшний день сложилась вокруг имущества и собственника здравницы, не может не вызывать серьезного беспокойства. Так, в Киеве было инициировано создание Временной Следственной Комиссии, которая приняла решение немедленно вмешаться в происходящее. В Одессу прибыл представитель рабочей группы, лидер Социал-демократической партии, кандидат президента Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, народный депутат Украины Сергей Каплин. Я, как керевник профильного комитета Верховної Ради Украины, социальных вопросов, занятостей и пенсионного обеспечения, обязан контролювать подобные объекты и добиваться, чтобы они функционировали. И главное, загистить трудовый коллектив, который тут раньше работал, который должен быть оставлен на своих рабочих местах. Больше того, мы должны создать еще дополнительные рабочие места. После взгляда, я констатую, через юридическую борьбу, через тяганину в судах, этот объект, санаторий Лермонтовский, находится в надзвичайно плачевном состоянии. Воды нет, фонтаны не работают, холодно, есть очень серьезные проблемы с коммуникацией, условия, в которых люди проходили реабилитацию, мягко говоря, незадовольны. Причина происходящего, по мнению Сергея Каплина, очень проста. Не могут между собой решить юридические вопросы Министерство обороны и Укрпровздравница. И пока идут судебные разбирательства, нельзя допустить, чтобы драгоценная рекреационная земля и уникальное оборудование санатория были уничтожены и украдены у населения. Я не допускаю навіть думки, чтобы за рік, два, три судовых процессов, а мы матимемо сами ці терміни, тут все развалилося, заросло і головне, не дай Бог, розікралося кмітливими бізнесменами, місцевими і не дуже, як це відбулося по іншим об'єктам по всій країні. Ми цього не допустимо, я беру під власний контроль долю кожного квадратного метра території, зокрема, біля моря, і долю обладнання, приміщення і, саме головне, долю робочих місць, тих людей, які тут працюють. Сергей Каплин заявив, що провел переговори з Министром обороны України о созданні здесь, на місці, Наблюдательного совета. І пока виясняється, хто в санаторному домі хазяй, вони будуть контролювати весь процес. В цей Наблюдательний совет по Лермонтовському войдуть общественні активісти, волонтери, депутати органів місцевого самоуправління і, разуміється, представители Комітету соціальної політики. Іми буде розробован чіткий план сохранення санаторія і його реконструкції. Я не допускаю думки навіть про те, що це буде мілітаризований воєнний заклад, де будуть реабілитуватися генерали, полковники, підполковники, ні в якому разі. Ми все зробимо для того, щоб цей санаторій, якщо раптом він не повернеться, через суди назад у Федерацію профспілок, а ми будемо боротися за справедливість і захищати інтереси профспілок, щоб цей заклад був відкритий для мешканців Одеси. І щоб кожна одеська сім'я, якщо в цьому є потреба, особливо літні люди, проходили тут реабілітацію буквально по собі вартості. Ближайший реабілитационний центр, як подчеркнув народний депутат, знаходиться через 500 км, і лишати граждан Лермонтовського було б настоящим преступлением. Более того, Сергею Каплину удалось добиться от министра обороны обіщання, в ближайшее время ведомствам буде выделена сумма в 30 млн грн, которая вполне може хватить для первичного ремонта зданий і оборудовання Одесской жемчужини.